После 25-ти наш мозг перестает развиваться сам. Зачем это все? Получаем день сурка, выгораем и быстрее стареем от стресса. Что дальше? Получаем циклы взлетов и падений? Или просто застой? Что я хочу на самом деле? Потом бац, какой-то кризис, какая-то большая проблема. То, что нас не раздражает, вряд ли будет нас развивать. Всегда ли вы чувствуете, что полностью управляете своей жизнью? Контролируете ее? Думали ли вы когда-нибудь о том, как ваш образ мыслей или ваше мышление влияет на вашу судьбу, особенно после 25-ти, когда жизнь начинает казаться уже предсказуемой и даже иногда скучной? В этом видео мы исследуем удивительный процесс, как наши мысли и действия не только формируют настоящее, но и влияют на наше будущее. Мы погрузимся в психологию развития после 25-ти и обсудим выгорание, его влияние на нашу жизнь и, что самое главное, способы поддержания вашей энергии и развития. От важности новых вызовов до стратегии преодоления выгорания и развития себя, своей карьеры или своего дела. Смотрите до конца, чтобы узнать, как эти знания могут радикально изменить вашу жизнь и помочь вам достичь успеха в любом возрасте. За 25-ти наш мозг активно развивается, особенно амигдала, это миндалевидное тело, ответственное за эмоции. И в этот период мы испытываем сильные эмоции. Они приходят с плесками и часто влияют на то, что мы принимаем импульсивные резкие решения. Помните свою первую любовь? Ее сложно забыть, правда? И сложно повторить. Ведь когда она возникает до 25-ти, то это может вызвать целый водоворот чувств от бесконечной радости до такого же бесконечного горя. Что вполне объясняется всего лишь более активной работой миндалины мозга в этот период. Или помните, а зачем ты прыгнул? Все прыгнули, я прыгнул. И поэтому в молодости все, что связано с риском, особенно для нас привлекательно. А вот после 25-ти начинается так называемая синаптическая обрезка, когда мозг фокусируется уже на выбранных областях. То есть избавляется от всего лишнего. И это часто совпадает с тем, что мы выбираем себе первую профессию или специальность. И если, например, изучали несколько языков, то забываем те, что не используем. Или помните, как вы получили диплом, вышли с ним и сразу же начали забывать все, что учили до этого. Как избежать застоя и важность постановки новых вызовов. А вот после 25-ти мозг уже продолжает меняться. Но не сам. А реагируя на новые вызовы и сложности, если они появляются. То есть для этого уже требуется от нас иногда значительное усилие. Именно постановка новых вызовов помогает мозгу оставаться активным, развиваться и избегать застоя. А что это за вызовы, про это мы поговорим дальше. И наоборот. Если мы место свое в мире определили, например, выбрали профессию, и четко фиксируем свое место в мире себя, то фиксируется наша жизнь. И в ней перестает происходить что-то новое. Мы иногда застреваем вне сурка или недели сурка, когда каждая следующая неделя похожа на предыдущую. Или даже более длинных и незаметных для нас циклах порядка 5-7 лет. А почему мы застреваем в них? И что препятствует тому, чтобы наш мозг и мы развивались? В первую очередь это страх. Страх перед новым и неизвестным, который мы испытываем, серьезно испытываем. Или то, что мы крепко держимся за прошлое, за свои убеждения, которые становятся все более устойчивыми. Особенно, если мы вложили в них время и силы. И просто это время прошло. А еще мы приобретаем разные привычки, паттерны, стереотипы мышления, которые укрепляют наши нейронные пути и делают изменения действительно трудными. И так возникает, например, карьерный застой. Я помню, как ко мне на консультацию пришел руководитель, который был недоволен своим местом, но боялся что-то менять. И даже несмотря на то, что его коллег уже несколько раз сокращали, и он, возможно, оказывался следующим, его это никак не сподвигло. Или вот есть нездоровые привычки, которые нам очень непросто в себе поменять. Мы меняем их, когда доктор уже говорит, либо бросаем привычку, либо мы бросаем жить. Или собственники бизнесов, которые вложили в новый проект силы и время, и никак не могут его закрыть. Хотя он не приносит результатов или просто работает в минус. А что мы чувствуем в момент изменений? Что-то новое вызывает у нас радость, предвкушение? Конечно, нет. Изменения чаще всего вызывают у нас сильные негативные эмоции. Особенно та информация, которая может повлиять на эти изменения. И мы злимся на нее. Мы агрессируем или же тупим, паникуем, или просто ложимся с температурой под 40. Воспринимая эту информацию и сами изменения как угрозу для себя. И мои клиенты очень хорошо это знают. Вот он находит новую идею, вот он начинает ей заниматься, вот погружается в нее все больше и больше. Спустя какое-то время начинается бурный рост, он продолжается еще какое-то время. И затем у него возникает ощущение, что так и будет дальше, становится скучновато, он даже немного теряет интерес к этому. И затем раз и большая потеря появляется. Потом бац, какой-то кризис, какая-то большая проблема, и все вдруг начинает на глазах рушиться и сыпаться. И приходится все начинать буквально с самого нуля или сначала. И понимание этих циклов может кардинально изменить вашу жизнь, поскольку вы найдете выход из них. Ведь каждые 7 лет мы обновляемся в прямом смысле. Обновляются все клетки нашего организма. Но что остается неизменным? Наши воспоминания, наши убеждения и наша модель мышления. Можно сказать, что мы – это наши воспоминания, представления о себе и мире. А воспоминания на самом деле штука не совсем надежная. Хотя для многих воспоминания, что было даже неделю назад, даже несколько дней назад, это уже проблема. Особенно если человек находится в состоянии выгорания. Откуда появляется это выгорание? Почему часто ваш рабочий день медленно, но верно начинает красть часы и дни вашей жизни? LinkedIn – это такой фейсбук в мире бизнеса, провел исследование, посчитал, что 40% профессионалов испытывали выгорание. А среди предпринимателей это количество даже больше половины. Пожалуй, все слышали про выгорание. Считается, что причина – это страх перед новым и нежелание учиться. Это когда мы сопротивляемся тому, чтобы наш мозг развивался. А он, в свою очередь, не находит новых вызовов. Нам становится скучно заниматься тем, чем мы занимались. И он пытается помочь нам, тем, что создает эффект выгорания, который переходит даже в депрессию, когда мозг останавливает нас от того, чтобы мы продолжали делать то, что делали. Все это усиливается страхами перед новым и нежеланием учиться. Возникает такое внутреннее сопротивление и борьба. И, например, бизнесам приходится постоянно адаптироваться, все быстрее меняться. И часто они это делают так, что становится только хуже. Неправильно внедряя новые подходы, делая это резко, быстро или без анализа должного, или просто на бумаге, только повышая общую усталость и апатию. И Галлоп, например, выявили, что только 15% людей действительно вовлечены в работу. То есть из 7 только 1 вовлечен в работу, остальные 6 каждый день теряют энергию и мотивацию и вообще не хотят ничего делать. Одна моя клиент говорила, что ее можно заставить работать, только если ее большой босс начинает все больше и больше злиться по мере того, как подходит к концу очередной дедлайн. И мы получаем такую систему, когда управление собой, бизнесом, нашей работой встает на рельсы создания постоянного давления, страха, увольнения, стресса, необходимости достигать целей, которые все равно не достигаются. И все это приводит в цикле к еще большему выгоранию и к отсутствию какой-либо энергии сил. Но мы этого часто даже не замечаем. Да вообще даже прямо сейчас ваши мысли, скорее всего, где-то блуждают, пытаются все время куда-то улететь. Я с помощью монтажа, вставок, видео, жестикуляции пытаясь удержать ваше внимание, чтобы вам объяснить что-то очень важное. Но при этом в среднем каждые 8 секунд вы отвлекаетесь и теряете мысль. Давайте это проверим и добавим таймер видео про потерянные мысли. Как наш разум находится в плену отвлеченных мыслей? Помните, как вам стирали память? Скорее всего, не помните. А когда-нибудь замечали, как часто ваши мысли блуждают, как часто вы отвлекаетесь? Исследования показывают, что мы почти половину времени тратим на размышления, которые вообще не связаны с текущим моментом. Представьте, вы сидите на важной встрече или смотрите это видео, но ваш ум путешествует к планам на вечер или к переживаниям о будущем или к каким-то мыслям о прошлом. Или вы просто залипаете, достаете смартфон и залипаете в нем. И 47% почти половины времени мы тратим на эти отвлекающие мысли, все время пытаясь сфокусироваться, находясь при этом как будто в центре урагана мыслей, которые проносятся вокруг нас. Подумайте о том, как много времени вы теряете, погружаясь в эти размышления. Ведь каждый раз, когда мы отвлекаемся, наше внимание как будто перезагружается. И нам требуется время, чтобы снова сосредоточиться, так считают психологи. И это не только снижает нашу продуктивность, но еще и увеличивает, все сильнее увеличивает уровень стресса. Ведь нам приходится постоянно переключаться между задачами, и это нас крайне истощает. И то, что занимало бы 10 или 20 минут, начинает растягиваться на час и больше, возникает эффект прокрастинации. И, например, когда я делал стратегию для компании с оборотом больше 10 миллиардов долларов, а я делал ее больше 8 раз, и одну из них даже назвали легендарной. Я делал ее из дома. Я уходил домой, из офиса выключал все уведомления, чтобы сфокусироваться. Иначе никак не получалось. И что делать? И куда уходит наша энергия? Вместо того, чтобы думать о времени, стоит задуматься о том, куда уходит ваша энергия. И как ее можно максимально эффективно использовать. Это простой пример, кстати, изменения мышления и перехода с одного уровня на другой от мышления временем. Когда мы думаем категориями времени, сколько времени это займет, сколько времени ушло, мы не думаем об эффективности. Но когда мы переходим в категорию энергии, появляется понятие эффективности, появляется понятие энергии, которая у нас есть и которую мы расходуем. Ведь на пике энергии все получается сильно быстрее, эффективнее лучше и некоторые пытаются этот пик создать например с помощью кофе или с помощью спорта в настоящее время именно управление энергией а не временем это ключ к эффективности к результатам к счастью к успеху и обычно когда я начинаю работать с владельцем бизнесов когда консультирую их я начинаю с разбора именно энергии где они ее берут как передают дальше как расходуют как направляет где она теряется она самое главное зажигает или же выжигает все вокруг именно это больше всего влияет на результаты на самом деле и это доказывает практика а что же забирает у нас эту энергию многие из нас страдают от хронического недосыпа спя меньше 6 7 часов в сутки еще конечно стресс который повышает уровень кортизола больше чем наполовину и эту ситуацию усугубляет недостаток или отсутствие физической активности исследования показывают что каждый из этих факторов влияет на нашу способность оставаться бодрыми энергичными сосредоточенными и добиваться целей результатов и очень часто мы сильно недооцениваем важность например 20 минут прогулки короткого перерыва или даже куска рыбы и ведь регулярные упражнения они способствуют например увеличению объема гиппокампа области мозга которая связана с памятью и обучением которая позволяет нам развиваться а всего 20 минут проведенные на природе доказано экспериментально могут значительно снизить уровень стресса и все это влияет на нашу жизнь и не только на ее качество но ее количество а кстати что больше всего влияет на вашу продуктивность и сталкивались ли вы с выгоранием и что делали напишите про это в комментариях исследование нейробиологов и нейрофизиологов показали что когда мы живем постоянно состоянии хронического стресса и выгорания то время жизни сокращается на 10-15 лет и работая всего на 15 часов неделю больше то есть 55 они 40 часов мы повышаем риск инсульта на треть а за последние несколько десятилетий в силу всего этого инсульт помолодел на 10 лет и нейрофизиологи убеждены что после 40 болезни и старение организма в первую очередь обусловлены уже ментальными установками нашего ума затем во вторую это генетика в третью это образ жизни то есть энергия и эффективность влияет на качество и количество нашей жизни и вместе с тем о чем и как мы думаем и как относимся к происходящим нашей жизни вызовом испытываем стресс сопротивление или воспринимаем их как возможность ведь после 25 наш мозг перестает развиваться сам и мы получаем день 40 выгораем и быстрее стареем от стресса если неправильно реагируем на вызовы если и боимся перестаем развиваться мы получаем циклы взлетов и падений или просто застой а главное ощущение что к 35 40 жизнь закончилась а после 40 заканчивается еще и здоровье исследования нейробиологов и нейрофизиологов говорят о том что главная причина это наше мышление и способность использовать и создавать себе вызовы а использовать их чтобы расти чтобы находить смысл и напрямую влиять на качество и продолжительность нашей жизни и есть 8 основных вызовов 8 основных этапов развития мышления большинство к сожалению не доходит дальше второго или третьего застревает получая эффекты про которые я говорил раньше главный из них это выгорание под одним из моих видео был комментарий что я 30 лет в этом состоянии выгорания работаю про каждый из этапов подробно можно прочитать них моей книги мастерская развития ее можно получить совершенно бесплатно по ссылке оставлю ее под видео поставьте лайк и подпишитесь а если у вас мало времени вы бизнесом занимаетесь есть и вторая про то как бизнес развивать она в два раза короче более емкая и ее можно за вечер почитать и и там же можно по ссылке найти